всем привет вы на канале set life и это вторая часть истории группы финтроль растягиваем баян дальше поехали отыграв европейское турне группа села за сочинение нового материала и в 2004 году выходит наверное самый известный альбом группы под названием над food рожденный ночью на нем можно заметить некоторый отход от блэка и добавление мелодичности но тем не менее дух тяжелых частушек абсолютно не изменился и и и и и и и Группа, как ни странно, подписана на два лейбла из интервью. Мы все еще подписаны на Spinnefarm Records, а Century Media выпускает нас по лицензии. Они провернули огромную работу по промоушену нашего последнего альбома. Мы выступали там, где еще ни разу не были, и где до этого наши альбомы просто не выходили, например в Англии. Они отлично справились со своей работой, но в нашей жизни мало что изменилось. Мы делаем свое дело, ездим в турне, выступаем, вот и все. Также летом 2004 года выходит мини-альбом Trollhummern. Помимо заглавной песни были опубликованы 4 песни, не вошедшие в альбом. И конечно же нельзя не оставить без внимания. Первый официальный клип на одну из самых известных композиций группы Fintroll на песню Trollhummern. Немного о съемках клипа. Расскажите пожалуйста о нем поподробнее, какой у него сюжет. Для съемок этого клипа мы поехали в крепость, которая находится на острове неподалеку от Хельсинги. Эта военная крепость была построена еще тогда, когда Финляндия была частью Российской империи. В этом видео рассказывается о вечеринке троллей и снималось оно в пещере неподалеку от той крепости. В клипе задействованы 20-25 дополнительных персонажей, которые резвятся и сходят с ума. Клип получился отличным, мне он очень нравится, он вышел именно таким, как мы и хотели. Съемки проходили в достаточно экстремальных условиях. В этой пещере было около 3 или 4 градусов ниже нуля. Съемки длились очень долго, мы там пробыли целых 13 часов и чертовски промерзли. Но зато было весело. Что же касается остальных песен, которые попали на мини-альбом Trollhammer, остальные 4 песни просто не вписывались в концепцию альбома Not Food. В структуру альбома и группа решила поместить их на EP, потому что очень хотелось музыкантам, чтобы эти композиции увидели свет. Мы не хотели выпускать сингл. Я вообще не люблю синглы, и поэтому мы попытались сделать так, чтобы этот мини-альбом оправдал потраченные на него фанатами деньги. Для группы, понятное дело, очень важна визуальная составляющая. Поэтому гитарист Screamer подошел в очередной раз к оформлению со всей ответственностью. Он оформлял все обложки альбомов, начиная со второго, с Yacht and Steed. И еще один момент по поводу композиции Forth Wind The Song Losers с предыдущего акустического альбома Wither of Sluton из интервью группы, потому что тут композиция очень спорная. Дело в том, что эту песню мы очень часто играли на концертах. Мне кажется, она в электрическом варианте звучит отлично, хотя и отличается от оригинала. Мы часто играем ее именно в этом варианте. Она звучит здорово, поэтому мы и решили перезаписать ее для альбома. В 2004 году клавишник группы Trollhorn решил больше не гастролировать с группой, а сосредоточиться на своей личной жизни и на своей группе Moon Sorrow. Вопреки распространенным слухам, он не покинул группу, но в туре его заменил клавишник группы Imperenon. О ней мое следующее видео маленькое будет. Клавишника зовут Алексий Вирта. На самом деле, Trollhorn очень жаловался на панические атаки, как на концертах, перед концертами, так и вне гастроенной деятельности. Также NotFood это первый альбом с новым гитаристом Микаэль Карлсбом, он же Роута. Вообще, Роута был вторым гитаристом в Финтроле еще в самом начале, когда группа работала над первым демо. Он всегда был членом семьи, как утверждают участники, и запасным игроком. Он играл на концертах, если другой гитарист по каким-то личным причинам, вообще по причинам не мог выступать из интервью. Мы даже не думали приглашать кого-то другого, так что это было вполне логичное решение. Он всегда был нашим близким другом, он играл в группе еще раньше всех нас, поэтому вполне естественно, что мы его пригласили. В 2006 году группа Финтрол вынуждена отказаться от услуг вокалиста Тапио Вильска по личным причинам, которые ни музыкант, ни Тапио Вильска не пожелали обнародовать. При всех этих нюансах его помощь в группе в трудный период оказалась неоценимой, и причастность к созданию, пожалуй, самого главного хита в истории группы навсегда вписывает вокалиста Тапио Вильска на важную страницу истории группы Финтролль. Из интервью вокалиста. С тяжелым сердцем я сообщаю вам следующие новости. На общем собрании участников Финтролль, которое закончилось около часа назад, было принято решение о моем увольнении с должности вокалиста. Причин на то было много. Большинство из них очень личные, но в общем можно сказать так. Разногласия и недопонимания побудили остальных участников усомниться в моей преданности группе. Я уверен, что эта история будет широко обсуждаться в ближайшие дни, и вы скоро узнаете все более подробно. Я лишь хочу сказать вот что. Последние три года были лучшим периодом в моей жизни, и я хочу поблагодарить за это всех друзей прошлых и настоящих, тех, кто поддерживал нас на концертах и в хорошие, и в тяжелые времена. Спасибо моим теперь уже бывшим товарищам по группе за то, что они подарили мне это время. Жизнь продолжается, раны заживут, время покажет, что к чему. Группа Финтроль прокомментировала уход фронтмена Тапио Вильска следующим образом. Мы достигли той точки, когда продолжение сотрудничества с нашим вокалистом стало невозможным. Это решение было очень непростым, но в итоге продолжительных и глубоких бесед мы пришли к выводу. Если мы хотим, чтобы Финтроль существовал, мы должны расстаться с Тапио Вильска. Мы искренне благодарны ему за три года плодотворного сотрудничества. В данный момент Финтроль активно ищет нового вокалиста, и как только адекватная замена будет найдена, мы продолжим работу над новым альбомом, выход которого запланирован на конец 2006 года. Однако отсутствие постоянного вокалиста никак не скажется на запланированных концертах, комментируют музыканты. Спустя небольшой период времени группа Финтроль возьмет нового члена группы. Им станет шведский музыкант группы Твайланс Мунд по имени Матиас Лильманс, он же Вред. Кстати, он принадлежит к языковой группе шведского меньшинства, вокалист у которого есть шведские и финские корни. Музыкант очень энергичный, я его видел на концерте в 2013 году. Мне кажется, очень неплохой выбор на роль нового вокалиста группы Финтроль. Из глубин земли. Четвертый полноформатный альбом группы, который вышел в марте 2007 на Spinneform Records. Первый альбом с новым вокалистом Матиасом Лильмансом, который заменил ушедшего Тапио Вильска. Текста на альбоме были написаны еще первым вокалистом Катлой. Решено было продолжить полумифическую сагу, которая была начата еще на демо группы Финтроль. Также концепция альбома затрагивает карело-финский эпос Калевала. На основе Калевалы также построены композиции знаменитой финской группы Аморфис. То есть противостояние язычников и христиан было немного сдвинуто на второй план, а на первый план выдвинуты природа, символизм и происхождение мифов. Также тематика альбома это противостояние между ведьмами, троллями и шаманами. Плюс волшебное лесное колдунство. Плюс волшебное лесное колдунство. Плюс волшебное лесное колдунство. На запись альбома были приглашены Анти Аракангас для записи нескольких гитарных соло и Петре Эскелленен для записи разного рода воплей. В апреле того же года в поддержку альбома вышел клип на песню «Недганг». Продюсером альбома выступил клавишник «Тролльхорн». Осенью 2008 года группа «Финтролль» отыграла несколько концертов в Европе вместе с такими группами как «Элювейте», «Экмилибриум», «Маннергарм» и «Котамения» в рамках тура. После этого группа объявила о своем решении взять перерыв в турне на полгода, чтобы сосредоточиться на новом альбоме. Также группа анонсирует выход DVD-диска. 4 сентября 2009 года группа подписала международный контракт на выпуск еще трех альбомов уже с немецким лейблом «Century Media». На этом вторая часть истории группы «Финтролль» закончилась. Впереди будет заключительная третья часть данной серии репортажей. Новые альбомы, новые концерты, новый участник группы. Следите за новостями и всем мир. Ну и в очередной раз бонус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok